Привет! Сегодня мы будем рисовать сухую пастелью нежный пейзаж для будущей сказки. Вот так я решила объединить МК с фантазией и потом показать много разных кадров во время рассказа, чтобы получилось красиво и интересно. Начинаю с наброска гор белым цветом и им же закрашиваю небо. На данной бумаге сухая пастель цепляется плохо, но у нее красивые оттенки и отсутствие полной покрываемости на руку, так как розоватый цвет материала помогает подчеркнуть идею пудрового рассвета. Вот так начинается наша новая история, где живописные моменты хочу нарисовать вместе с тобой. А теперь растушевываю легкими круговыми движениями и, кстати, я буду чередовать рисование нашей сказки то сухой, то масляной пастелью. Сверху добавлю немного голубого цвета и смягчаю его пальцем, растягивая цвет вниз. Набрасываю примерное расположение горы, что будет выглядывать из реки облаков и намечаю передний план. Наношу легкий, прозрачный слой фиолетового цвета, определяя горы. Затем беру синий мелок и добавляю будущие тени скал, делая их еще сложнее, подчеркивая грубость элементов. И снова растушевываю, легко смазывая, придавая более плотный цвет далеким неровностям. Белым показываю снежность вершин, делая дальний план богаче и выделяю светлые места. Бледно-желтым стараюсь придать теплоту от восходящего солнца, нанося лишь слегка, оставляя намеком. Затем, сильным нажатием белого цвета, лучше показываю светлые участки, проглушая теплые оттенки, которые теперь немного начинают просвечивать сквозь него. Точечно ставлю еще белых пятнышек для более интересной фактуры. Захотелось придать легкой холодности в теневых местах темно-голубым оттенком, касаюсь лишь слегка и прихлопывая пальцем смягчаю наши горы. Обычно я так долго не вожусь с задним планом, но очень хочу, чтобы получилось красиво, еще лучше, чем раньше. Теперь начинается самое интересное и мое любимое. Белым закрашиваю там, где поплывут воздушные облака, оставляя место посередине для горы. Круговыми движениями раздушевываю, создавая легкую дымку меж вершин. И не стряхнув, белый пигмент с пальца, решила местами еще смягчить задний фон, придавая больше воздушности рисунку. Сегодня я еще к нему вернусь в надежде сделать лучше. И снова, едва касаясь, набрасываю фиолетовый цвет. Затем теплый, бледно-желтый. Немного синий. Опять же, смягчая пальцем, создаю мягкие облака. Эта бумага похожа на обычную, недорогую, только красивые ее оттенки вытягивают изображение. Если рисуешь на белой, затонируй ее сначала нежным розовым цветом или добавляй его на сам рисунок. А на наждачной поверхности используй бледные оттенки или чаще смешивай с белым цветом для пудрового эффекта. Но ты можешь сделать все гораздо ярче и на свой вкус. Нет ничего лучше экспериментов. Теперь рисуй белые волны и тут же слегка растушевываю, позволяя цветам смешиваться. И таким образом делая больше неровностей, что создают перспективу благодаря своим переходам. И вот она, река из облаков, начинает проявляться своим ласковым потоком, что протекает меж вершин, видимых лишь для того, кто на них забрался. Пока рисовала, было ощущение, что вот-вот вынырнет какое-то мифическое существо, помашет своим хвостиком и вновь естезнет, и останется только гадать, случится ли увидеть его снова. А вот гора, что как плавник, прорезает воды. Слегка намечаю контур синим цветом, делая такую небольшую пирамидку. Фиолетовый тень справа, так как солнце у нас встает слева, радуй нежными лучами. Вложу еще один оттенок синего, больше выделяя скулу. И штрихую белым цветом, делая вершину снежной. Даю танам смешиваться и прохожу им по всей поверхности, заходя в тень и двигая рукой по форме. И наш плавник становится мягче по тону. Я еще учусь снимать мастер-классы и буду радоваться обратной связи, все ли у тебя получается, какими материалами рисуешь. Мне очень интересно. Сдув пастель, я синим цветом ставлю будущие елочки, располагая их группами понемногу со всех сторон. И наша гора становится наряднее, живее и интереснее. Я, кстати, все еще вхожу в новый ритм после нового года и буду стараться выкладывать видео чаще. Сейчас я на этапе составления нового расписания, так как видосики СМК делать дольше, чем просто выложить процесс рисования под музыку. Но разговаривать с тобой мне нравится все больше и больше. Я благодарна за поддержку. Спасибо тебе огромное. Обращайся ко мне на ты, если хочешь. Я часто смущаюсь, когда ты пишешь мне свои добрые комментарии на вы еще с большой буквы. Мне приятно. Спасибо. Но пусть этот канал будет островком нашей дружбы. Ну а я постараюсь развиваться и учиться все больше радовать тебя новыми работами, сказками и мастер-классами. Делиться хорошим настроением и зарисовками с природы. Надеюсь, в этом году я побываю там еще чаще. Вот таким коричневым цветом прохожу по левую сторону елочек, там, куда падает свет. Я выбрала сначала более темный тон, чтобы подстраховаться и примерно видеть, что будет получаться, отказавшись от своей привычной торопливости. Ведь в том году на обычный рисунок у меня уходило очень мало времени, и я любила рисковать выбором цвета. Я рисовала все быстрее и быстрее, забывая наслаждение от процесса и порой что-то теряя в изображении. Но сейчас я будто нашла гармонию и буду стараться делиться плюсами своего опыта. И да, я пока еще раскачиваю себя на рисование, так как под конец года начала не только это делать, но и писать сказки и сочинять музыку для них. Белым цветом выделяю небольшой бугорок на горе, куда немного тоже попадает свет. Таким бежевым, бледно-желтым цветом я снова прохожу по елочкам на свету. Синим мелком рисую долинные тени от деревьев, точнее показывая откуда светит солнце, едва касаясь, чтобы они не были слишком плотные. Слегка смягчила гору легкой растушевкой так, чтобы не терять объем. Темно-голубым цветом добавила еще холодных тонов, таких еле уловимых. И снова аккуратно смягчила снежные переходы в теневой зоне. Попробовала нанести оттенок оставшийся на пальцах, чтобы проверить, как будет смотреться. Белым отметила передний фон, который тоже выглядывает из-под облаков. И начала моя самая любимая. Рисую круговыми движениями, тем же белым мелком заполнила оставшуюся часть. Кстати, я присоединяюсь к флешмобу в инстаграме о рисунках пастелю, повторникам, для большей практики. Хочу попробовать. Если тебе интересно посмотреть на мои дополнительные рисунки, подпишись. Легким нажатием синего рисую темное облачко. Смешиваю с фиолетовым, немного бледно-желтого. Едва касаюсь ярким бордовым цветом, мягко раскидывая его по всей области воздушной реки. И растушевываю, формирую туманные облака. Все это делаю легким касанием и в миру. Стараюсь дважды не проводить, чтобы пятна не стали совсем плоскими. Будто рисую завитки, позволяю пигментам смешиваться в красивые темные оттенки. Под горой постаралась оставить белую волнистую линию, что отделяет цвета. Теперь местами белым цветом создаю больший объем, делая фон бугристым, будто ведя по течению. Предвосхищая смешивание оттенков, не следует стремиться к чисто белому цвету. Это просто легкое высветление. Мне показалось ненужным растушевывать далее, но если ты видишь, что тебе нужно смягчить облачко, то, конечно, сделай это. Темно-коричневым набрасываю хаотичные пятна елок, располагая крупами по сторонам. Оставляю пустое место ближе к середине. Сами движения просты. Рисуешь палочку, и от нее исходят другие, смотря вверх. Рисую просто такие взъерошенные пятна, скорее передавая идею деревьев, чем их точное детальное изображение. И синим цветом, абсолютно такими же движениями набрасываю тени, больше нанося их с правой стороны, оставляя левую светлой. Светло-коричневым осветляю елочки сбоку. Вот так, осторожно ища нужный оттенок. Обычно я заранее лучше продумываю мка и еще более короткие решения. Но я отношусь с особым трепетом к изображениям для сказок. Это очень сильно поменяло мое отношение и к рисованию. Несмотря на то, что это довольно простой пейзаж и не супер крутой, но он стал для меня волшебным. Надеюсь, и тебе понравится. Ставлю акценты короткими штрихами бледно-желтого цвета. Фиолетовый цвет помогает сделать передний план контрастнее, выделяя его, делая менее туманным и более четким, позволяя глазу лучше определить перспективу. Им же затемняю облака перед белым выступом, чтобы лучше выделить границу. Белым цветом рисую снег на елках. И я заметила, что рисунок через камеру немного другого оттенка. На самом деле он более теплый, но мое белое освещение повлияло на цвет в камере. Более приближенный к реальности вариант можно посмотреть в инстаграме. Но смотря от телефонов рисунки бывают совсем разного цвета, порой перенасыщенные. В конце я сниму поближе, возможно цвет передастся лучше. Вот так я стараюсь максимально показать весь процесс, чтобы было лучше видно, как и что получилось. А то часто ожидания реальности отличаются. И я сама с этим сталкиваюсь, особенно с готовкой. Моему разочарованию бывает нет предела. Если ты это рисуешь, напиши, пожалуйста, получилось ли ли ты из этой же самой оперы. Пришел черед длинных теней синим цветом, касаясь бумаги слегка, так как данная пастель имеет хорошую насыщенность, чтобы они не получились слишком темными. Белым цветом разбрасываю легкие неровности для большей живописности на нашей синей горе. И теперь, в виде рисунок более полно, я усложняю дальние скалы. Все тем же белым рисую короткими рывками подобию выступов. Визуально они становятся ближе и интереснее. Затем синим цветом делаю тени очевиднее и верхушки острее. Появилось ощущение, что они стали еще ближе. Если тебе это не нравится, то можно оставить их в покое. А моему газу чего-то не хватило, и я продолжаю работать над деталями. Смягчаю грубый штрихов, стараясь лишнего не смазать. И это уводит горы немного вдаль, благодаря менее четким деталям. Плюс еще две вершинки, словно зазубрены на хвосте крокодила. И белым улегли снега, давая затерянный объем и выделяя солнечную сторону. Бледно-желтым оттенком опустились лучи на вершину переднего плана. И пришел человечек. Сначала синим мелком набрасываю пятна головы, тела и ног. Бордовое пятно одежды. Красный акцент солнечной стороны. Тень загадочного путника. И маленькие следы. Правлю тень. Ставлю бледно-желтые солнечные пятна. Вот такой сегодня нежный рисунок получился. Приблизив камеру, можно лучше разглядеть оттенки. Немного обидно, что она не передает цвета такими, какие они есть. Но я уверена, у тебя все очень красиво получится. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok